У нас небольшой сбой был. Ждем Дениса Викторовича. На этом моменте прекрасно, да, все прервалось. Да, да, да. Так, я правильно понимаю, что мы говорим о тебе как о специалисте, который прекрасно знаком с работой с опорно-двигательным аппаратом, прекрасно понимает, что такое боль, каким образом работать с ней. И самое важное для нас в целом, да, будет сказать о том, что ты прекрасно знаком с другими техниками тейпирования. Есть у меня ощущение? Есть такое, да. Потому что я член Национальной Ассоциации Специалистов по тейпированию. Это раз. И второе, стоит отметить, что мы данный, хотел сказать, семинар, данный, собственно, проект с Денисом затеяли благодаря нашим партнерам, компании Physiotape и вообще, в принципе, компании Physica, которые в том числе являются основными поставщиками динамического тейпирования образовательного стандарта в России. Тут можно пару слов, тоже важный нюанс скажу, что поставщик – это эксклюзивная штука, да, то есть если мы говорим про динамическое тейпирование, то это пока в мире, да, один-единственный производитель, то есть не имеющий аналогов. Я сейчас просто выключу, чтобы тебе лучше видно было. Окей. Расскажи, пожалуйста, что такое динамический тейп, а самое главное, с какого перепуга вдруг этот вид тейпирования возник? Я думаю, что это закономерное развитие, поскольку спортивное тейпирование потихонечку-потихонечку себя, ну, скажем, изживает, то есть не нашло широкого применения среди широких масс специалистов, да. Потом второй наш второй вид, главное, это кинезиологическое тейпирование, тоже осталось, да, в каких-то рамках. И закономерно многие специалисты начали практиковать и пробовать, придумывать что-то новое, да, согласно, ну, там, биомеханической модели работы с телом. Основа в биомеханическом тейпировании – это работа с нагрузкой, и это пока вот первый такой способ, метод внешнего воздействия, который позволяет контролировать здесь сейчас нагрузку, которую получает тело. – Я правильно понимаю, что, говоря о нагрузке, ты имеешь в виду двигательную активность пациента? – Да, конечно, то есть количество получаемой энергии, сил телом в процессе тренировки или физической какой-либо деятельности. – Теперь, прежде чем задать вопрос о том, с какого перепуга вдруг какая-то ленточка цветная, красивая, об этом мы тоже сейчас поговорим, может каким-то образом вообще создавать воздействие на мышцы, на связки, на биомеханику. – И может ли. – Да, и может ли. Хотел тебе задать вопрос, а кто его вообще создал, и вообще что такого в этом человеке, который создал, да, динамический тейп, что, ну, почему вдруг он возник? – Это очень интересная история, мы много рассуждаем на семинарах об этом, потому что Райан из Австралии и Океании, да, то есть из той части неизвестной мира, и меня всегда интересует то, что очень много общемировых стандартов и методик мануальной терапии, физической подготовки, и вот теперь целые методы тейпирования родились именно в этой части мира, то есть что-то там, какая-то радиация однозначно есть. Значит, если говорить про человека, который придумал материал и придумал этот метод, его зовут Райан Кендрик, он живет сейчас на островах Вануату, это где-то между Австралией и Новой Зеландией, там, в треугольничке, в этом Бермудском, он мышечно-скелетный физиотерапевт, то есть это специалист, который работает руками, физиотерапевтическими методами с травмами, повреждениями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В практике своей он долгое время применял имеющиеся там на рынке методы тейпирования, это спортивное тейпирование, естественно, поскольку он работал там в футболе, в теннисе и так далее, и так далее. Это кинезиотейпирование, да, поскольку тоже у него достаточно широко развит этот метод. Тейпирование по МакКоннелл, да, тейпирование по Маллигану, поскольку владеет и такими навыками мануальной терапии, да, частными, скажем так, случаями. И, собственно, все это его потенциал работы не устроило. Он начал размышлять о том, как мы можем еще усовершенствовать тейп для того, чтобы лучше воздействовать на ткань. Да, пожалуйста. Вопрос. Чего его не устроило-то? Ну, смотри, кинезиотейп весь мир использует. Спортивное жесткое, зафиксировал, так зафиксировал. Чего не устраивает? Ну, я думаю, что в этом, наверное, и была проблема, в том, что весь мир использует, но большинство, наверное, все-таки непонятно как. Но это, впрочем, тема, наверное, для отдельного прямого эфира. Значит, в чем основной посыл? Райан долгое время работал с таким синдромом, как тендинопатия, да, с таким заболеванием, как тендинопатия, мышц, связок, сухожилий и так далее. Современные исследования говорят нам о том, что причина возникновения этих дисфункций, этого нарушения, это чрезмерная нагрузка на связочно-сухожилий и мышечный аппарат. Соответственно, первая базовая идея, которая появилась у специалиста, необходимо контролировать количество получаемой нагрузки и то, как эта нагрузка распределяется в теле. В компетенции, да, врача или физиотерапевта не лежит контроль тренировочной нагрузки у спортсмена. То есть мы не можем, да, с тобой сказать, вот ты будешь сегодня там не выступать или ты будешь не тренироваться. Это все-таки компетенция тренера. А вот Брайану хотелось вот в этой плоскости найти средство, которое будет в компетенции врача-физиотерапевта, при этом будет безопасно и эффективно. То есть смысл в том, что имеющиеся на то время методы тейпирования не удовлетворяли вот этому критерию. Критерию рассеивания, как мы говорим, нагрузки в теле. И был создан динамический тейп. И был создан, да, через 6-8 лет после комбинирования производственных условий всех этих экспериментов, был создан первый тейп с эластичным сопротивлением. То есть по сути, как резиноподобный материал. Супер. А у тебя совершенно случайно под рукой уже нет? Пожалуйста. Вот неожиданно. Пожалуйста. Пожалуйста, если нам понадобится. Да. Вопрос. А вот для тех специалистов, которые как бы слушают сейчас такие... Да. Можешь ли рассказать разницу между кинезиотейпом и динамическим? А лучше не рассказать, а просто покажи. Тогда мне нужно одну секунду, я кинезиотейп и кусочек возьму. Конечно. А пока Денис отошел, для тех специалистов, которые дослушают наш эфир хотя бы до середины, а то и до конца, будет приятный бонус, потому что мы совместно с компанией физикой, совместно с компанией физикой, самое главное, с Денисом Чаповым, сделали то, что еще в мире, почему-то, в мире никто не делал. Но об этом чуть позже. Да, об этом, кстати, стоит рассказать, потому что мы, по-моему, действительно первые, потому что они только сейчас готовят этот весь нюанс. Значит, у меня в руках, да, это и программа семинара, но в рамках прямого эфира, окей, это будет интересно. У меня в руках два материала, да. Вот в этой руке у меня биомеханический тейп. Если я покажу его чуть ближе, будет видно, да, что он такой вот бежевый, с татуировочками. Это самый мягкий биомеханический тейп, тоже чуть позже расскажу. Здесь у меня наш оригинальный кьюр-тейп в количестве 20 см. Смотрим на внешние отличия, да. Первое. Я снимаю подложечку, вижу клей, вижу волнообразное нанесение, все как есть у нас в кинезиотейпе. Я могу растянуть его продольно, но не могу растянуть его поперечно. Первый момент. Второй момент. Я могу растянуть его максимально. Сейчас попробую это сделать. То есть вот я тяну, 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 все, я уперся. То есть дальше мне нужно много-много усилий для того, чтобы, ну, по сути, его порвать. То есть если я приложу там 20-30 килограмм усилий, он раз и порвется. Это нормальные параметры, которые есть в кинезиотейпе. Ну, собственно, производственная необходимость. Так он уже сделан. Берем биомеханический тейп. Первое, что мы видим, это клей нанесен уже линейно. То есть вот такие вот линейные... Я просто не вижу, насколько она... Линейное нанесение клея. С чем это связано? Я узнавал этот нюанс. С производственными особенностями. То есть производить кинезиотейп выгоднее так, чтобы клей наносился волнообразно. Наносить биомеханический тейп выгоднее линейно. Теперь первое, что бросается в глаза. Я могу растянуть его продольно. Я могу растянуть его поперечно. То есть он тянется, по сути, во все абсолютно стороны. Это создает преимущество на тканях. Опять же, это одна из причин, почему в кинезиотейпе клей наносится волнообразно. Для того, чтобы оптимальная фиксация происходила не только в плоскости или в векторе каком-то, а в некоторых движениях. Ведь в ходе какой-либо физической активности мы же не линейно двигаемся, не в 2D, мы двигаемся в 3D. Соответственно, тейп вместе с тканями должен перемещаться свободно, не создавая каких-либо ограничений. Особенно, если он накладывается друг на друга. То есть анатомически мы пересекаем тейпы по ходу сустава или мышц и так далее. Я сейчас вот этот кусочек как раз-таки деформирую, потому что это самое, наверное, прикольное отличие динамического тейпа от кинезиотейпа. Это отсутствие мёртвой точки. То есть я могу тянуть, 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 дальше. Вот я уже вышел, да. И он вот так... Вот это да. Обалдеть. Вот он таким образом деформируется. То есть в этом материале, благодаря, опять же, составу его, напомню, что это лайкар и нейлон. То есть это два эластичных вот таких материала сплетённых. У него нет вот этой жёсткой, мёртвой точки, которая останавливает, по сути, движение. То есть в чём проблема в этом смысле в кинезиотейпе? Важную ремарку, да. Я не говорю, что кинезиотейп как-то лучше, хуже работает. Это просто разные методы, это разные технологии. Если я, допустим, кинезиотейп накладываю в каком-либо положении, в максимальном натяжении, да, то в момент, когда я преодолеваю вот эту амплитуду, да, то есть и перерастягиваю как бы кинезиотейп, из-за мёртвой точки у меня начинает избыточно натягиваться ткань. То есть это может быть дискомфортно. Ну, если мы будем говорить о связях с нейрорегуляторными функциями, то это может избыточно стимулировать кожный аппарат, рецепторный аппарат кожи. В динамическом тейпировании такого нет, поскольку, опять же, растяжение 200% плюс. То есть дальше он начинает просто деформироваться, так вот утончаться и превращаться в такую, как мы любим говорить, да, в сопельку, по сути. Вот. И, собственно, главное отличие. Ну, для этого я не буду бежать за динамометром. Уже много видео таких есть и в Ютубе в том числе. Если я возьму кинезиотейп, кусочек, да, и буду его растягивать, мне это сделать легко. То есть вы можете прям взять эти два куска у себя перед собой дома, да, и растянуть кинезиотейп. Я не почувствую каких-то мышечных усилий для того, чтобы это сделать, поскольку тейп сам по себе мягкий. Если же я беру даже самый мягкий бежевый вариант динамического тейпа, то для того, чтобы его растянуть на какое-то количество, на какую-то длину, да, мне необходимо приложить усилия. Если я сделаю это быстро, да, то есть делаю вот таким образом, то он у меня мгновенно, вязко-упруга, как мы говорим, да, придет в исходное положение. То есть проще всего эту аналогию представить себе с фитнес-резинками, там, или просто с резиной обычной. Можно теребить. Вот я когда был на семинаре вместе с тобой, по-моему, да, на первом семинаре, может, вместе с тобой, у наших коллег, они говорили о том, что вообще в целом динамическое тейпирование можно объяснить одной фразой. Это тарабан с клеем. Правильно ли я понимаю, что это, грубо говоря, эластическая лента с клеем ПВА, которая наносится в плоскости движения? Ну, не совсем ПВА клей. Значит, такое объяснение очень хорошо подходит для пациентов. То есть если нужно убедить пациента о преимуществе данного метода, можно сказать и так. Это хорошее сравнение. Следующий вопрос. Я сейчас знаю, что ты еще хочешь дополнить кое-что, но просто не могу не спросить. Вот ты сказал о том, что данный тейп состоит из нейлона и лайкры. Изначально с одним из менеджеров компании физиков, когда мы работали в другой компании, когда нам данный тейп случайно попал, мы даже не в курсе были, что это вообще какой-то сверхъестественный метод, мы вообще подумали, что это какие-то, ну, во-первых, китайский кинезиотейп, который тянется в эту сторону, и второе, он реально похож на колготки. Ну, прям вот, ну, что это? Зачем вообще выбор? Почему нейлон, лайкры? Зачем это все? Потому что, давайте, приведем, я всегда за простую аналогию, да? Вспомните одежду. То есть, есть хлопковая футболка, например, если она из чистого хлопка, то она никуда не тянется. Вот на мне сейчас она, я ее пытаюсь растянуть, она такая очень плотная, классная штука. Если я добавлю сюда в состав какое-то количество нейлона или лайкра, да? То есть, это два разных материала, которые в текстильной промышленности используются как раз-таки для придания тканям эластичности. Но у меня моя футболка и мои джинсы, они станут стрейчевые. То есть, они будут по мне растягиваться, да? Особенно, если я прибавляю в весе, да? И потом приходить в исходное состояние после стирки. То есть, именно комбинация этих двух материалов позволила получить оптимальную эластичность и оптимальное сопротивление. То есть, это основное. То, как тейп сопротивляется деформациям. Ну, то есть, ты имеешь в виду, что у нас есть также еще отдача достаточно четко понятная. Это главное, что отличает этот материал от абсолютно всех других. Не могу не спросить. Смотри, если мы говорим про, допустим, кросс-тейп или говорим про классический хлопковый кинезиотейп или даже про спортивное жесткое тейпирование, там плюс-минус, везде плюс-минус. Либо есть, где кожи подышать, ну, отверстия какие-то, либо сам материал хлопок. Вот это полностью синтетика. Насколько долго я могу носить эти аппликации? Здесь два параметра. Это, назовем их, спортивные аппликации, которые мы не рекомендуем носить дольше двух-трех часов ввиду их жесткости. Не потому, что что-то не может дышать и так далее, а потому, что просто очень мощная фиксация происходит в момент времени. Второй блок, это самый основной, да, это терапевтические аппликации. Здесь, несмотря на то, что он более плотно переплетен, несмотря на то, что он на ощупь, да, правда, синтетический, поскольку нейлоны лайкра далеки по тактильным ощущениям от хлопка, он абсолютно так же дышит. То есть там воздуха и водопроницаемость также сохранена, поэтому в перспективе пяти-шести суток ношения, да, он абсолютно нормально кожей воспринимается. Не могу не спросить. Достаточно часто большинство специалистов, которые так или иначе прошли какие-то семинары, или, ну, традиционные YouTube-специалисты, которые там просто увидели тебя, поняли, что что-то там натягивается, как-то, куда-то там что-то на тихуле, говорят о том, что через двое суток это чешется. Однозначно, если не соблюдать. В этом смысле всегда, к сожалению, вина специалиста, то есть крайне редко виноват пациент, поскольку он не особо понимает, да, что происходит в большей части, и крайне редко виноват сам материал. То есть, как правило, любые контактные, механические реакции, а напомню, что зуд – это либо аллергическая реакция, да, но это всегда сразу возникающее состояние. Если мы говорим про зуд, который возникает через, там, несколько дней, то это, как правило, механическое раздражение кожи. Возникает оно по одной простой причине – несоблюдение техник аппликации. Ну, то есть, где-то перетянули что-то, да. Я не могу на этом этапе тебя не остановить, чтобы просто дальше ты не ушел. Молчу. Не сказать коллегам, что то, что мы вместе, да, сейчас делаем, и то, что конкретно фактически Денис сделал лично, технически, мы записали в самый первый в мире, подчеркиваю, онлайн-курс по динамическому, механическому тейпированию, ну и, собственно, специалисты, которые смотрят конкретно вот этот эфир, вы чуть-чуть попозже, пройдя по ссылке, потому что если на свой эфир все-таки посмотреть, я буду задавать практические вопросы скоро Денису по динамическому тейпированию. В шапке нашего профиля вы можете увидеть ссылочку на регистрацию. И самое важное, что в течение суток, с момента, собственно, нашей работы, да, в прямом эфире, у вас будет приятный бонус в виде скидки, скидка не 500 рублей, а побольше, просто обращаю ваше внимание. Да, просто еще раз обращаю внимание, что онлайн-курс будет, собственно, открыт к продаже, мы его запускаем, новый, первый в мире, потому что до этого, Денис, ты правильно понимаешь, никто же ни на английском, ни на каком языке, это не делал. Да, пока на самом деле, то есть на английском языке он сейчас вот пишется только. Отлично, супер. Ну, почему бы нам не быть первыми? Еще там есть, как-нибудь плюшки от нашего проекта Кинезио Курс, Денис тоже попал в них в курсе, о них чуть-чуть попозже, уже в конце эфира скажу, потому что там есть очень много чего полезного для специалистов в целом, которые интересуются скрипированием. Но об этом позже. Денис, не могу не спросить. Вот мы сейчас поговорили про эластичность, ты показал другую сторону, там, где клеящий слой, адгезивный слой. А вот с этой стороны я заметил какие-то рисунки. Что за рисунки? Значит, я вот как раз отрезал еще дополнительно, чуть более контрастную историю, да, в динамическом тейпировании есть три разные модели. Вот это, наверное, будет лучше всего ее видно, потому что это бежевый тейп, вот с такими вот татуировочками нанесенными. Как и любая компания, у нее есть своя история, и эти изображения – это оригинальные австралийские аборигенские орнаменты, которые отрисованы достаточно знаменитым, ну, опять же, не в нашей части мира, австралийским художником, которого зовут Люк Мэйли. Он подарил Райану право на использование этих изображений, да, и они, соответственно, их запатентовали. То есть, на самом деле, это в первую часть и главную, главный смысл этих татуировок – это дань уважения предкам, да, на чьей земле родился такой метод. То есть, это больше философский момент. Ну, я всегда на семинарах акцентирую на этом внимание, потому что, ну, мне кажется, что это, опять же, уважение, которое мы должны проявлять к методу, его основателям и про отцам, если так можно сказать. Второй чисто технический и маркетинговый вариант – это визитная карточка. То есть, поскольку эти орнаменты, они неповторяемы, да, то как только я вижу в интернете, в Инстаграме, в Ютубе вот такой вот рисуночек специфический, я понимаю, что это метод биомеханического тейпирования, это материал биомеханический тейп. Я правильно понимаю, что производители, которые делают что-то подобное, они, по сути своей, нарушают авторские правды? Да, даже, по-моему, в 2017 или 2018 году уже были какие-то досудебные разбирательства в отношении того, что какой-то из производителей решил скопировать, да, эти изображения, вот, тем самым нарушив авторское право. Отлично. Вопрос. Насколько я видел, у тебя есть бежево-бежевый тейп, бежево-черный тейп, может, еще какие-то есть? В чем разница? Я сейчас всю эту историю в экран покажу. Я уже как раз нарезал. Значит, если мы говорим про метод биомеханического тейпирования, то мы говорим про три основных продукта. Да, немножко про продукты поговорим. Значит, это вот такой вот черный тейп с такой серой татуировкой. Видно все нормально? Да, все нормально. Вот. Бежевый тейп вот с такой черной татуировкой и бежевый тейп с такой вот еле видной, к сожалению, в экране, бежевой татуировкой. Значит, это два разных продукта. Вот это называется Dynamic Tape Original или оригинальный динамический биомеханический тейп. Вот это называется динамический тейп ЭКО или экологичный, да. Я сейчас буквально пару слов, наверное, скажу про биомеханический и динамический, да, чтобы мы понимали, в чем здесь такой конфуз в русском языке. Значит, сама фирма-производитель называется Dynamic Tape. Да, то есть на русский это переводится как Dynamic Tape. Метод называется биомеханическое тейпирование. Почему? Потому что мы используем правила биомеханики для нанесения данного материала. Но в русском языке у нас получилась такая же коллизия, как, в принципе, и с кинезиологическим кинезио-тейпированием, да, что у метода, по сути, два названия. То есть кто-то называет его динамическое тейпирование, кто-то называет биомеханическое тейпирование. Оба названия правильны. Вернусь к материалу. Вот этот наиболее интересный, потому что в его названии есть слово «эко». Почему «эко»? В производстве данного материала используются переработанные пластиковые бутылки. То есть он «эко» просто потому, что Райан, таким образом, используя переработанный материал, помогает окружающей среде. Это его жесткая принципиальная позиция. Здесь обязательно стоит сказать про упаковку, потому что, опять же, пока это единственный производитель, который сделал такую штуку. С конца 2019 года абсолютно все продукты динамического тейпа без удорожания, то есть для клиентов, для покупателей, в том числе и на российском рынке, продукт никак в цене своей не изменился. Все динамические тейпы выпускаются вот в таких вот алюминиевых диспенсерах. То есть это многоразовый диспенсер. У нас при желании многие разматывают динамический тейп, потом наматывают туда кинезиотейпы, пользуются этим. То есть Райан отказался в упаковке продуктов. Прямо скажем, алюминий чуть дороже, чем пластик, поэтому получается в ущерб прибыли компании, но тем не менее все одноразовые пластмассы из упаковки были удалены. То есть почти все, что есть в динамическом тейпировании, это полностью перерабатываемый продукт. Итак, вот этот тейп, если мы даже сравним две коробки вместе, вот я беру бежевый и черный тейп, видно, что он чуть шире, то есть коробочка больше. Он самый плотный, и от этого рождается непосредственно его функция. То есть он самый малоэластичный, то есть мы не можем его растянуть очень много, но при этом в нем заложены колоссальные силы сопротивления, деформации. То есть он дает максимум сопротивления на минимуме дистанции. Это делает его идеальным, как альтернатива замена или поддержка метода спортивного тейпирования, опять же. То есть, например, я хочу повоздействовать на такую нагруженную структуру, как стопу, на связочный аппарат стопы или на подошвенную фасцию. Движение в градусах, которое происходит в связках при движении стопы, оно на самом деле не такое большое, как в сравнении с плечевым суставом. Но при этом нагрузка, которую, опять же, эти связки выдерживают, она колоссальна, потому что это и гравитационная нагрузка, вес человека, ну и, соответственно, скорее… Ты слышишь, что где-то сейчас уже Кирилл Сеевич Шлыков где-то рядом… Нужно его добавить в эфир, да, обязательно. При слове стопа он загникает. Ну, привет большой, если он будет смотреть. Итак, то есть, контролировать эти усилия никаким другим или многоэластичным материалом не получится. А вот черным тейпом, да. Мы даже проводили, как-то закусились на семинаре. Уж, честно, не вспомню с кем, но смысл в том, что мы сравнивали спортивный тейп, то есть, неэластичный, по сути, материал, и сравнивали динамический тейп, а именно его несколько штук вместе склеены, да, то, что мы называем powerband. И вот три слоя черного тейпа вместе в момент растяжения у меня, например, своих сил не хватило, то есть, у меня не получилось его растянуть. То есть, по сути, это как раз-таки такая плотная, неэластичная конструкция получилась. Это что касается черного тейпа. То есть, он идеален для маломобильных структур. Например, суставы, связки стопы. Например, мобилизация надколенника. Например, попытка стабилизировать кромеально-ключичное сочленение. Ну, вот какие-то такие моменты. Значит, остальные, остальные два называются динамические тейпы оригинальные, да, и здесь их два продукта. Это черно-беж и беж-беж. Мы их так между собой и называем. Вот этот продукт, он самый эластичный и обладает наименьшим сопротивлением. То есть, он идеально подходит для мягкой поддержки больших движений. Ну, проще всего объяснить. Если специалист работает по концепции Майерса, по концепции мегфосоциальных поездов, то он может вот таким материалом стимулировать, да, нагружать или разгружать мышц на социальной цепи. То есть, по сути, если я там прямо от пятки левой ноги до кисти правой руки, да, нанесу по передней или по задней поверхности данный тейп, он будет давать возможность осуществлять движение, будет работать, да, с целью сопротивляться этому движению мягкое, в рассеивое, но при этом не сорвется, не деформируется и так далее и тому подобное. То есть, я понимаю, что вот это вот суждение о том, что бежевый-бежевый тейп или там вот софт, да, как его по-другому называют, это история только про детей, это, ну, не совсем корректно? Я могу объяснить, почему появилась вот эта история про детей. То есть, всегда нужен продукт, да, всегда нужно средство. Когда сил не так много контролировать, да, то есть, опять же, если мы берем пятилетнего ребенка и взрослого, там, человека-спортсмена, естественно, это физически разные параметры, поэтому он просто подошел очень хорошо в педиатрии и также он подошел хорошо в гириатрии, то есть, в работе с пожилыми пациентами, потому что тургор кожи уже не тот, да, опять же, процессы в коже какие-то могут происходить, то есть, нужно более мягкое воздействие. Вот, тем не менее, на последнем периоде реабилитации, то есть, например, когда мы выводим спортсмена в функциональный или в спортивный период реабилитации, то есть, он же тренируется. Идеальная ситуация, на мой взгляд, да, когда мы реабилитируем человека, чтобы ему не нужен был тейп, и по мере, да, вот этого реабилитационного процесса я от более жестких материалов перехожу к более функциональным. Вот это последний рубеж, то есть, несколько там аппликаций бежевого-бежий, и потом, если все хорошо, можно выпускать человека вообще, в принципе, без тейпа там на поле, на тренируется. Вот какая-то такая логика. И бежевый с черным, да, несколько отличается от бежевого в эластичности, то есть, он плюс-минус такой же эластичный, но чуть меньше, но он существенно сопротивляемее. Поэтому традиционно он получил у наших студентов понятие золотой середины. Тем не менее, вот эти продукты, это идеально для обычных цепей, для длинных движений, да, то есть, если я хочу, там, например, повоздействовать на плечо или на движение в руке в целом, да, то есть, сегментарное такое тейпирование сделать. Вот эта штука. Черный тейп – это мало движений, большие силы контролировать приходят. То есть, я правильно понимаю, что, грубо говоря, грубо, у нас классический или оригинальный динамический тейп – эта история ближе к кинезио, а черное – это шпаркинное жесткое. Очень условно, да, можешь такую параллель провести. Я понял. Ты показал несколько размеров – 5-сантиметровый, 7,5-сантиметровый. Есть? Нет, нет, ни уже, ни шире. Их два – это дюйм, да, и получается сколько там дюйм и полтора дюйма. Ну, не суть, да, то есть 5 сантиметров ширину и 7,5 сантиметров ширину. Это золотой стандарт, который роднит, наверное, все методы тейпирования. То есть, как кинезио тейп так производится, так и биомеханический тейп. Ответил. Не могу теперь не поймать тебя за язык и не спросить. Ты уже раз в 800 повторил слово «рассеивает нагрузку». Что значит «рассеивать нагрузку»? Это некая структура, которая наносится на поверхностные ткани. Что она может там рассеивать? Давайте маленькую такую звездочку здесь допишем. «Рассеивает нагрузку при условии соблюдения правил аппликации». То есть, если вы просто так приклеите, ляпните кусочек тейпа куда угодно и будете что-то выполнять потом, ничего не изменится. То есть, это будет просто тряпочка, которая нанесена, возможно, очень качественная, очень дорогая, не суть, будет нанесена на кожу. Но как только мы соблюдаем определенные правила, которые пришли к нам из биомеханики, происходит то, что в тканях нагрузка, то есть энергия, скажем так, не энергия в плане меридианов, чакр и так далее, а физическая энергия, начинает равномерно или в другом направлении, скажем так, или в другие структуры рассеиваться. Рассеиваться, то есть равномерно распределяться, не создавая концентрации в месте травмы. То есть, то, что мы хотим избежать в работе, например, со спортсменом, которого мы уже готовы выпустить на тренировку, но хотим охранить ранее травмируемую зону. Я правильно понимаю, что отчасти, если вдруг нас смотрят наши с тобой любимые остеопаты, мы можем сказать, что, по сути своей, мы работаем непрямым методом. То есть, вот сюда вот не двигается, мы делаем все, чтобы рассеять нагрузку вот здесь и всю вот эту ткань двинуть сюда. Да, это будет очень логично. На поверхностном уровне, да, я думаю, что это будет так. Отлично. Может ли динамический тейп сделать все, чтобы я, а я же, ты знаешь, я же великий атлет, чтобы я вместо 5 килограмм сделал 25 на бицушечку? Достаточно регулярно, когда на семинары приходят специалисты из области спорта, поступает аналогичный вопрос. Мой любимый ответ очень простой. Если я умел бы с помощью любого метода делать так, чтобы из 5 килограмм получалось 25, я бы никогда не вел прямо эфиры на эту тему. То есть, я бы просто зарабатывал деньги. Значит, отвечу, биомеханический тейп не дополняет, да, силовые показатели мышц человека, поскольку он не может этого сделать ввиду отсутствия в нем какого-нибудь мотора, генератора и так далее, и так далее. Да, то есть, мы просто потенциальную энергию переводим в кинетическую, да, и при определенных аппликациях наоборот. Кинетическую, которая формируется на тейпе в момент движения, вязкоупругую силу на тейпе. То есть, мы не можем сделать так, чтобы атлет из 5-25 килограмм поделся. Это если коротко. Вопрос. А динамическое тейпирование на ряду с кинезио-тейпированием является сейчас неким конкурентным преимуществом, которое в некоторых видах спорта, уже, я сейчас про кинезию говорю, в некоторых видах спорта, ну, просто запрещено на открытых участках тела. Значит, аналогии проведем следующие. Международная федерация художественной гимнастики не разрешает атлетам на соревнованиях выступать в тейпе, да, во всяком случае, который отличается по цвету от цвета костюма или цвета тела. В этом смысле вот такая наклейка не пройдет, такая наклейка не пройдет. Из опыта общения со специалистами, которые работают, они решают вопрос просто маскируя тейп вот таким вот бежевым способом. Значит, федерация плавания, да, опять же, я не говорю сейчас про ВАДА, да, про антидопинговое агентство или про какие-то учреждения, которые связаны с каким-то допингом, да, я говорю про правила проведения соревнований конкретных федераций, конкретных видов спорта. В плавании запретили тейпы по причине, опять же, смены обтекаемости спортсменов в воде. Ну, представьте, у вас есть кожа, на коже есть волосы, ладно, волосы сбрили, есть определенный коэффициент обтекаемости. А вот это нейлоновое, да, с такими вот бороздами, да, на ощупь их можно почувствовать, да, такой материал. То есть, если я обклею, грубо говоря, себя вот так, то уже по сравнению с другими спортсменами без тейпа моя обтекаемость будет другая. То есть, это та же самая аналогия, которую они использовали в гидрокостюмах. Поэтому гидрокостюмы на соревнованиях сейчас не допускаются. Меняют плавучесть, вот и все. И там, не знаю, как правильно сказать, обтекаемость внутри, внутри воды. Далее, пауэрлифтинг, пауэрлифтинг с экипировкой. У них очень много разных федераций ответвлений, тоже имел опыт общения с самыми разными. Кто-то из федераций разрешает тейпироваться, особенно если идет представление доктора, да, то есть, ну, что-то типа терапевтического использования, да. Кто-то из федераций запрещает. Но здесь аналогия и всевозможные там компрессионные вещи. То есть, все, что может как-то косвенно повлиять на мышечное восстановление, мышечную сократительную активность. Вот так я размышляю. Никаких регламентов от Всемирного антидопингового агентства к нам никогда не поступало. То есть, тейп не является допингом. Все, ответил, ответил. Вопрос. Если мы будем говорить, допустим, про спортивное жесткое тейпирование, там достаточно много, ну, с точки зрения работы с тейпом, уделяется двум основным моментам. Диагностики и анатомии. Ну, понятно, мы сейчас не берем правила наложения аппликаций. То есть, имеется в виду, что ты должен четко понять, какая структура повреждена, и четко понимать, где она. Потому что именно на эту структуру... Михаил Сергеевич. Че-че? Я тут. Да, я тут. Подпропадаем. Значит, кинезию тейпированием мы должны четко провести диагностику, оценить, в каком периоде находится пациент. Потому что если мы с высоким натяжением бабахнем на гематому или на что-то, это будет как минимум больно, как максимум, ну, некомфортно, неправильно и так далее. И плюсом мы еще должны знать в проекте, чего мы работаем, пропальпировать это и так далее. Здесь-то что нужно, кроме биомеханики? Ну, кроме, это такое очень мягкое слово, то есть, нужна прежде всего биомеханика. Значит, первое, что нужно, это квалификация и компетенция специалиста. То есть, естественно, да, если мы будем применять в острой стадии травмы некомпетентно вот такой тейп, да, не понимая его воздействия и последствия возможные, мы можем, опять же, зафиксировать отек, устроить человеку лимфодему, резко поднять болевой синдром. Ну, случаи разные бывают, разные, много чего на семинарах слышал. По сути своей, в сравнении с кинезиотейпированием, мы не пытаемся копировать анатомию, да, то есть, это важная такая красная нитка, которая проходит через семинар. Мы не копируем анатомические структуры, мы копируем движения, которые они производят. То есть, это не равно прохождению тейпа через строго места крепления, брюшка, мышцы и так далее, и так далее. Для того, чтобы сделать возможным именно тейпирование с точки зрения биомеханики, нам нужно понимание того, как тело двигается в пространстве, и в каждом конкретном, ну, скажем, виде спорта понимание нюансов. Объясню, почему. Динамическое тейпирование достаточно эффективно может работать с техникой в сложно-технических видах. То есть, например, если не, ну, не будем говорить некомпетентный, да, там, новичок в биомеханическом тейпировании, будет работать, скажем так, с теннисистом, да, либо с хоккеистом, либо даже с футболистом, да, у которых все-таки в конечном итоге есть определенный двигательный навык попадания мячом, поворотом, да, или шайбой в сетку, можно изменить ему технику. Это неблагоприятно. То есть, я рекомендую заниматься динамическим тейпированием после того, как вы понимаете биомеханику человека. Ответил. Вопрос тогда следующий. А вот в кинезио тейпировании, например, есть там разные корригирующие техники, работа там с областью проекции мышц, со связками. Здесь тоже вагон всяких разных техник? Или там все просто взял, нанес, плоскости движения и хватит? Как и у любой методики, у нас есть свои алгоритмы. Алгоритмы разработки аппликации и алгоритмы воздействия. То есть, в целом техники можно поделить на таких четыре разновидности. Это прямые техники. Как раз про что ты сейчас сказал. То есть, у меня здесь нагружено, я хочу разгрузить. Я раз, приклеил, опять соблюдая технику и получил разгрузку. Второе – это биомеханическое воздействие. Например, у моего пациента при ходьбе коллапс коленного сустава кнутри. То есть, у меня избыточное внутреннее вращение бедра, нагрузка на коленный сустав с медиальной стороны большая и так далее. Я тейпирую таким образом, чтобы изменить его биомеханику в движении. И за счет изменения биомеханики движения, например, более физиологичного шага, я меняю нагрузку, которую получает каждая структура внизу. Таз, колено, стопа. Третий подход – это разгрузочное тейпирование. То, что ошибочно перевели на русский язык, как техника-коробочка. Это как раз техника воздействия на мягкотканные структуры. На отек, на гематому, на надорванную или разорванную мышечную ткань. То есть, такие техники больше разгружающие. Или лифтинг техники. Они никак не параллельны лимфодренажному тейпированию в кинезию, но несут в себе плюс-минус те же самые цели. То есть, максимально разгрузить необходимый участок. Просто в кинезию тейпирование мы разгружаем более покровные структуры, а в динамическом – более глубокие. И четвертая разновидность – это нейродинамическое тейпирование. То есть, мы можем с помощью биомеханического тейпа пробовать разгружать невральные каналы или туннели, как их называют еще. То есть, тоже работа при туннельных синдромах достаточно актуальна. – Я сейчас, как и обещал, собственно, у нас остается примерно 15 минут до конца эфира. Мы с тобой сейчас продолжим общение. Я открою комментарии. – Да-да-да. – И коллеги, те, кто хотите, я думаю, есть специалисты, обязательно задавайте вопросы. Сейчас то самое время. Я их буду с удовольствием зачитывать. А пока кто-то где-то пишет, я надеюсь. – Надеюсь. – А вопрос следующий. Смотри, вот у нас есть на настоящий момент, ну, после этого эфира, как минимум, да, сложится у наших коллег ощущение, что у нас есть, ну, какой-то материал, который тянется дальше. Этот материал мы можем нанести там в плоскость или не в плоскость движения. И дальше произойдет чего? Переобучение пациента сразу же. Я вот нанес, и пациент сразу же понял, что мне нужно не флексию экстензию делать, а флексию с ротацией, вот прям вот сразу же. Или все-таки к динамическому тейпированию необходимо еще что-то добавить? Моя боль. Вопрос равно моя боль. Значит, первое. Динамическое тейпирование, как и любой другой вид тейпирования, это дополнительный метод воздействия. То есть он крайне эффективен как средство повышения качества реабилитационного процесса и не совсем эффективен как монотерапия. То есть, если мы комбинируем лечебную физкультуру, мягкие мануальные техники, мобилизации в движении по Мэйтланду, по Маллиганду, не столь важно, и в дополнение применяем тейпирование, мы получаем хороший терапевтический результат. Если мы пытаемся сугубо одним методом решить проблему ортопедическую какую-то, я думаю, что это просто растянется во время. Ответил. Не могу не спросить, это в любом случае, я больше, чем уверен, ты там и в онлайн-курсе, и, собственно, семинарах рассказываешь, если не сложно. Скажи, пожалуйста, в кинезиотейпировании есть различные техники, которые позволяют оценить натяжение тейпа, но достаточно важно при лимфодренаже и достаточно важный проблему будет при так называемой связочной стажильной коррекции. Вот здесь мы можем говорить о том, что тут есть тоже вагон вариантов обучения натяжению, то, что вообще натяжений очень много всяких разных. Значит, в этом плане мы избавим людей от сложности, процентов и так далее, и так далее. В концепции биомеханического тейпирования нет понятия разного натяжения для разных техник. По сути, натяжение у тейпа одно. Мы его называем рабочее преднатяжение. Выглядит оно, я могу же показать, да? Выглядит оно очень просто. Я должен из ненатянутого положения, вот у меня висит тейп, перевести его в преднатянутое. То есть, когда я чувствую под руками, что оно сопротивляется. Это по-прежнему, как и во всех методах тейпирования, субъективный, тренируемый, мелкомоторный, я его сейчас называю, навык. То есть, скорее всего, если вы первый раз в жизни держите в руке любой тейп, вам будет достаточно трудно раз этот параметр обнаружить. Но уже после нескольких дней семинара вы этот навык отрабатываете и потом на своих пациентах его шлифуете. В целом, для того, чтобы хорошо, одинаково, качественно растягивать любой тейп, мы рекомендуем от 6 до 8 недель активной практики. Ответил. Вот здесь первый вопрос от коллеги поступил. Огромное спасибо вам за активность. Вы первая. Применять ли... Ну, ты на самом деле на это отвечал, но может быть более расширено. В педиатрии где можно применять динамический тейп? Вариантов масса. это неврологические нарушения в педиатрии. Например, есть специалисты, которые работают с детским церебральным параличом. Пожалуйста, они используют динамическое тейпирование для позиционирования. То есть, по сути, выполняют лечение положением с помощью биомеханического тейпа. Только в чем это в отличие от лечения выкладкой какой-либо? В том, что это функциональная штука. Ты можешь этим двигаться, перемещаться и воздействовать в обратной связи с нервной системой. Потом, например, попытка скорректировать пупочное кольцо. Если есть, имеет место быть грыж, тоже можешь попробовать поработать с этим. То есть, вариантов масса. Ну, и в том числе и бытовые варианты тейпирования тоже есть. Если вы хотите разгрузить ударившийся шишку или синяк ребенка, тоже это будет достаточно эффективно работать. Ага, ответил. Слушай, не могу не спросить следующее. Много слышал в интернете. Я, мне в помощь, что динамические тейпы в России, которые поставляют некоторые компании, точнее одна, они очень быстро отваливаются. то есть, взял я, прошел семинар у Дениса, купил тейпы, а они отваливают. Денис, что делать? Что делать? Есть рифма, конечно, не буду ее озвучивать. Значит, первый нюанс. Я точно так же такую же информацию всегда даю на семинаре. Это правило хранения и транспортировки. За ту часть, которую несет на себе дилер, дистрибьютор, мы эту ответственность несем. За ту часть, как у вас тейп хранится дома, к сожалению, здесь я ничего не могу сделать. Я всегда на семинарах озвучиваю, что тейп хранится от 15 до 25 градусов в сухом месте, там обычно, где таблетки, где нет прямого попадания лучей солнца. Почему? Или нет там батареи рядом. Потому что акриловый адгезивный слой, который как в динамических тейпах, так и в кинезиотейпах, как и в спортивных тейпах, плюс-минус по разным формулам, он одинаковый, он термочувствительный. То есть, как только мы его на солнышке перегреваем или наоборот на морозе, холод его перерастужаем, он прекращает хорошо клеиться. Он либо плавится, либо трескается. Все очень просто. Второй момент, это опять же тактика, техника аппликации. А как вы подготовили кожу? А в каких условиях окружающей среды вы тейпировали? Извините, я достаточно много отработал в полевых условиях, там на триатлонах, на марафонах. Если ко мне прибегает спортсмен после разминки, с него льет в 30-градусную жару пот просто от того, что он сделал тренировку, и я пытаюсь это высушить спиртовой салфеткой, ничего хорошего не получится, тейп слишком долго не будет держаться. Есть и здесь варианты работы, есть спреи специальные, которые улучшают адгезию, есть там возможность и секретики у нас разные, лайфхаки, я в онлайн-семинарах об этом говорю, но тем не менее много-много нюансов, о которых мы на семинаре и рассуждаем. Слушай, не буду просить тебя прям лайфхаки открыть, но в целом, вот допустим, я прошел семинар онлайн, например, дальше, все вроде бы правильно делал, обработал, тренировал, подшикал, начинает очень быстро отваливаться вот прям, знаешь, вот так вот, чпоньк, якори конец. Это с чем может быть связано? Третий раз меня вывести на основные ошибки, значит, здесь история, я думаю, лежит в следующем. Очень много специалистов, которые проходят обучение у нас в целом, они, как правило, уже владеют методами тейпирования и особенно кинезиотейпирования, поскольку это очень популярный у нас методик. Если мы говорим про хвосты, про конечные части тейпа, то в кинезиотейпе они в разы меньше в объеме своем, соответственно, в динамическом тейпировании их нужно больше. Очень многие люди у нас, они то экономят материал, то как-то не так закругляют края, то начинают накладывать хвосты с натяжением, опять же, а тейп сопротивляется, он выполняет свою функцию, он сокращается, как резинка. Попробуйте удержать на коже растянутую любую резинку, фитнес, неважно, или эластический бинт какой-то. Он будет стремиться сократиться и сниматься с кожных покровов. Опять же, все это нюансы, которые мы прямо отрабатываем и в онлайн-курсе в том числе, и в очных семинарах в первую очередь. То есть, это определенные специфические движения, которые просто нужно человеку вложить в голову на уровне мышечной памяти. Такой мелкомоторный навык. Как играть на пианино? Ага, пошли. Ношение динамического тейпа по дням разные ли? Если в кинезисе тейпирование 3-5 дней и с перерывом 1-2 дня, а динамо тейпа почему нет? Так еще не называли, конечно, но это просто, видимо, быстрее написать. Смотрите, протоколы у каждого специалиста по итогу разные. Рекомендованный протокол 3-5 дней плюс перерыв. Перерыв дается, как правило, на переоценку состояния и на отдых кожи, потому что все равно это штука инородное тело на поверхности ткани. То есть, у нас здесь абсолютно такие же параметры. Но я всегда говорю, у нас вот есть такая вот большая красная галочка или мигающая лампочка. Называется цели и задачи реабилитации. То есть, какая цель у вас? Вам нужно локально снять на тренировке нагрузку, а потом человек будет просто ходить по улице, тогда ему не нужна аппликация на 3-5 дней. Ему нужна аппликация на 2 часа. И опять же, если у вас там человек уходит, ну вот сейчас уже зима близко, все будут кататься на сноуборде, на лыжах и так далее, и так далее. То есть, он несколько раз в дней будет испытывать повторяющуюся системную высокоинтенсивную нагрузку. Я не могу каждый раз давать ему кусок тейпа, наклеивать здесь. Я ему сделаю хорошую аппликацию, которую он будет носить от 3 до 5 суток. То есть, логика всегда в целях или задачах, которые ставят перед собой специалисты. Слушай, ну ты ответил, ну и собственно мы продолжаем дискуссию, потому что у нас остается еще немного времени, но для специалистов, которые потихонечку все время присоединяются, что приятно, напомню, что у нас наконец-то, у нас, я имею в виду, проекты Кинезио Курс, но в первую очередь у Дениса Викторовича Чаплина и у компании Физика вышел онлайн-курс по динамическому тейпированию. Он первый в мире, потому что до этого вообще принцип по динамическому тейпированию никто онлайн в целом даже не делал. но благодаря нашему замечательному партнерству у вас есть собственно возможность у тех специалистов, которые смотрят сейчас эфир и посмотрят в течение ближайших суток записи, у вас есть возможность приобрести со скидкой этот онлайн-курс, но самое главное касаемо плюшек от Кинезио Курса. Помимо динамического тейпирования, полноценного, большого, огромного онлайн-курса, сейчас Денис о нем вкратце расскажет, да, что там ходит, мы вам дарим, просто дарим. Часть семинара по кинезио-тейпированию связана с плечом продвинутой техники, мы также вам бонусом, да, вшиваем в этот курс историю про спортивное жесткое тейпирование, основы спортивного жесткого тейпирования на примере голеностопного устава достаточно часто это спрашивают. Небольшой подарочек это диагностика ортопедических пациентов, полноценный такой вебинар. Поэтому пользуйтесь, у вас есть всего лишь сутки на то, чтобы приобрести такой замечательный подарок, потом это просто будет просто динамическое тейпирование с Денисом Чаплиным. Что тоже неплохо, да. Ну да, слушай, в чем суть онлайн-курса, что там такого? Мы переработали немножко методологию, ведь у нас уже были попытки, да, записать этот онлайн-курс, но опять же, ввиду сложности навыка, именно технической сложности, мы немножко переработали методологию подачи материала. Первое, естественно, это блок теории, да, что можно, что нельзя, когда нужно, а когда не стоит, это основные ответы в теоретическом блоке. Я много времени посвятил в курсе именно объяснению разницы, все-таки, что такое спортивная тейпирование, что такое биомеханическая тейпирование, в чем разница с кинезиотейпом, да. Опять же, свойства и состав материала достаточно подробно разбираются, мы там на динамометре все смотрим, как это работает и так далее и тому подобное. И большая практическая часть, я всегда традиционно на семинарах иду снизу вверх, то есть вот стоп к шейно-воротниковой зоне, то есть там мы посмотрим разные опции для стабилизации голеностопа, для работы с паневрозом, для работы с халлюс-вальгусом, нагрузками на своды, стоп и так далее, и так далее. Коленный сустав, да, несколько аппликаций, опять же, для разгрузки забедренный сустав, область спины и конечности верхние, то есть это у нас плечевой сустав, да, импиджмент синдром, то есть разгрузка, лифтинг техники, техника коробочка, опять же, то, как мы можем локально разгружать мышцы, которые подверглись перенагрузке или травле, аппликации для кисти, наверное, особенно актуально будут опять же массажистам в том числе, поскольку это их такая мишень, скажем. То есть работа с тоннельным синдромом в том числе там присутствует? Да, да, то есть там наш самый распространенный карпальный туннель, там есть одна аппликация, в которой нет аналогов вообще ни в каких видах тейпирования, вот мне она очень нравится. Очень здорово, потому что как раз задали вопрос по поводу того, в чем разница, но я думаю, как раз в рамках онлайн-курса она и четко будет видна. Да, конечно. Денис тоже, и самое главное, совершенно неожиданный вопрос, насколько это бесплатно. Уважаемые коллеги, на всякий случай, для подготовки онлайн-курса необходимо небольшое, совсем незначительное время эксперта, совсем вообще незначительное время и практически бесплатная аренда фотостудии, ну и также монтаж. Отсюда следствие, что действительно вы данный именно курс по динамическому тейпированию получаете практически бесплатно, но для того, чтобы получить бесплатно, нужно просто сделать определенное действие в онлайн-банке. И в этом случае он полностью после этого действия будет совершенно бесплатен для вас всю жизнь. Денис, ничего не ошибся, нигде, все верно? Пока да. Да, и собственно, вот коллега уточняет, курс купленный остается навсегда в записи, да, но насколько я знаю, или у вас что-то есть какие-то ограничения? Ну, есть ограничения в виде забытого пароля обычно. Да, это единственное, что должно случиться. Ограничения по времени просматривающей мости курса и его прохождения у нас по определению философии наших образовательных проектов это отсутствует. Мы не хотим зарабатывать на вас деньги. Мы всего лишь навсегда делимся теми знаниями, которые у нас есть, но эти знания просто мы, в свою очередь, когда-то добывали определенное количество тоже ресурсов, да, материальных, которые сегодня не стоят об этом. Да, в рамках стоимости, поэтому вот и все. Поэтому, да, курс полностью у вас будет на всю жизнь, пожизненно, хотя маркетинговая служба, я в любом случае, нашего проекта очень не любят это слово, пожизненно, но мне нравится. Пожизненный доступ, самое главное, да, не забывайте пароль, у вас нет никаких ограничений с точки зрения прохождения, это, ну, по сути своей, все полностью ваш продукт, делать с ним, что хотите. И самое важное, напоминаю, что в течение суток у вас помимо динамического тейпирования, также у вас еще будет включено кинезиотейпирование, плеча, спортивное жесткое тейпирование и, собственно, мой вебинар по поводу ортопедического тестирования пациентов, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, добро пожаловать в наши проекты, ну, и, собственно, в мир динамического тейпирования. Дэн, да, я хочу, что, поблагодарить тебя, спасибо огромное, как обычно, красавчик, и я больше, чем верен, время постарались раскрыть тематику динамического тейпирования, что это, зачем оно, что ты хочешь добавить? Хочу добавить, что у меня разряжается телефон. А я как костеопат, я чувствую это, понимаешь? Прямо вижу, строго по времени. Значит, что можешь добавить? Уважаемые коллеги, друзья, интересуйтесь и постарайтесь копать чуть-чуть глубже, чем лежит на поверхности информация. Это, наверное, главное. Ты же наш Амар Хаян, в наше время. Все, коллеги, всем огромное спасибо. Денис, спасибо огромное тебе. Давай. На просторах наших образовательных порталов. Пока-пока. Счастливо, до встречи, пока-пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Корректор А.